Я рад вас приветствовать на курсе управления командой рекрутинга. Сегодня первое из 13 занятий – аудит системы рекрутинга в компании. Это, в принципе, то, с чего, как правило, начинает руководитель рекрутинга. Потому что, например, когда меня брали на должность руководителя рекрутинга и адаптации на телеканал СТБ, от меня попросили аудит. То есть, посмотри, что есть, и предложи, что можно с этим сделать. Это отправная точка для работы руководителя рекрутинга. Это такая стандартная практика. Зачем нужно проходить обучение на подобном курсе? Руководители рекрутинга, которые умеют построить эффективную команду рекрутинга и процесс рекрутинга, всегда на вес золота. И наиболее востребованные специалисты, ведь любой бизнес начинается именно с рекрутинга. Каждый раз, когда компания начинает расти быстрее, у компании это происходит, когда у нее либо инвесторы проинвестировали, либо случился успех на рынке, компании срочно нужны люди. И компания со своей старой системой рекрутинга, как правило, не справляется. Я много раз такое видел, я это застал в Альфа-банке, когда я работал в Альфа-банке, как раз это был период, когда банк с 200 сотрудников начал резко расти и дорос за буквально 3-4 года до 6000 сотрудников. То есть, в 30 раз увеличилось количество людей. Я это видел на телеканале СТБ. Когда я приходил, было 700 сотрудников. И уже через пару лет это было 2500 сотрудников. Когда я пришел в Wargaming, я это видел уже постфактум. То есть, в момент моего прихода было где-то 4500 сотрудников. Но несколько годами ранее у компании было около 200 сотрудников. То же самое я видел в компании Preply. Я приходил, было 50, и мы за полгода выросли до 110 примерно. Ну и в общем, я видел, как это происходит. Когда компании нужно ускорить свой рост, то есть не расти там плюс 10% ежегодно к численности, а необходимо набирать плюс 30, плюс 50, иногда плюс 100%, то все старые системы, которые есть, которые были, они перестают справляться. И, как правило, в этот момент компания ищет руководителя рекрутинга, который придет и построит новую систему. И без нахождения этого человека компания фактически, с точки зрения бизнеса, расти не может. Потому что без роста людей, ну можно там на сколько-то вырасти. Но дальше все упирается в людей. Нет людей, никому работать. Поэтому действительно в момент роста, особенно в момент циклов экономического роста, то есть в любой компании рост может произойти вне зависимости от внешней среды, но когда растет вся экономика в мире, то много компаний начинает расти. А так как мы в 2025-2026 годах ожидаем глобальное восстановление мировой экономики, мы ожидаем будет рост, то вот эти вот люди, руководители рекрутинга, будут особо востребованы. Потому что до этого несколько лет компании только то и делали, что людей сокращали. Это сайт курса. Ну и расскажу немного о себе. Я уже упомянул несколько компаний. То есть я действительно работал в Альфа-банке в период суперактивного роста. Я работал на телеканале СТБ. Я там выстраивал рекрутинг. Я работал в компании Wargaming. Я работал в компании Prepli. Компании Ideas. Сконсультировал компанию PeopleForce. Ну и создал потом Академию. И продукт Папа HR о нем чуть позже расскажу. Там есть полезные инструменты для HR. Чек-листы в частности. С рекомендациями. Значит, за вот эти вот где-то 15 лет работы в найме я участвовал в разных конкурсах, номинациях, всевозможных соревнованиях HR-овских. И много где занял первое, либо одни из первых мест. Это там разные дипломы, которые я получал, как участник всяких конкурсов, как спикер конференций. И там всевозможные рейтинги были. И прочие-прочие-прочие штуки. И также я сдал 3 международных экзамена разных компаний, разных организаций от Human Capital Institute, от SHRM и от HRCI. Ну и Академия, которую я основал в 2012 году, фактически провел свой первый онлайн-вебинар тогда. За этот период Академия тоже достигла больших результатов. В том числе несколько национальных наград, в том числе серебряная кнопка от YouTube. Это тоже достижение Академии. В работе полагаюсь на лучшие практики. Когда на этом курсе буду вам о чем-то рассказывать, чем-то делиться, это всегда будет комбинация моего персонального опыта, который я накопил, и за время работы внутри компании, и за время консультирования. Потому что ко мне ежегодно обращаются в компании и нанимают меня как адвизора. То есть покупают консультации. Кто-то 3 берет, кто-то 10, кто-то на год регулярно. И просят помочь им построить либо рекрутинг, либо HR, либо что-то еще. За эти 20 лет такой деятельности, я на как-то свой личный опыт, плюс использую лучшие передовые международные практики. Опять же, у нас, я вижу, в чате стало еще больше людей. Буду благодарен, если вы напишите, кем работаете вы. Пожалуйста, напишите вашу должность. Кто-то из вас уже руководит рекрутингом, кто-то из вас работает в рекрутинге, кто-то из вас работает в HR. Не стесняйтесь, пишите в чате. Это будет полезно, это будет интересно. Ну, а я пока пойду дальше и расскажу про домашние задания. Значит, на этом курсе 13 занятий и 13 домашних заданий. Выполнение всех домашних заданий позволит вам получить наш диплом. Вот. Ну, домашние задания должны быть приняты и должны быть выполнены вами, а не чатом GPT. И этот диплом вы сможете добавить в свой LinkedIn. Диплом мы выдаем на платформе, на топовой. Это платформа Accredible. Мир движется в сторону, когда все дипломы будут на одной платформе, да, они будут там проверены, они будут верифицированы, то есть не будет там каких-то подделок и так далее. Этот курс состоит из 13 занятий. Из них 5 будет доступно в записи, 8 проходят в живом формате, ну, вот подобно тому, как мы сегодня общаемся. И сегодня мы поговорим про чек-лист аудита системы рекрутинга, аудита бренда-работодателя, чек-лист оценки рекрутеров и аудит рекрутинговых показателей. Это то, что позволит вам определить, где вы находитесь сейчас. То есть какая отправная точка. Чего вам еще предстоит построить, а что у вас уже есть. Хорошо. Значит, чек-лист системы рекрутинга предполагает анализ, а все ли элементы системы рекрутинга в компании присутствуют. Так вот, есть такая модель, она называется современная система привлечения талантов в компании. Да, я говорил о том, что я полагаюсь на лучшие мировые практики. Вот, разные организации, консалтинговые, там, исследовательские, они публикуют разные модели, системы, там, модели компетенций. Вот. И вот это вот на сегодняшний день представление мирового HR-сообщества о том, как выглядит рекрутинг. Мы здесь можем увидеть, что на самом деле рекрутинг – это более узкое понятие, чем система привлечения талантов. Потому что система привлечения талантов включает еще бренд работодателя, работу с кандидатами, автоматизацию, взаимоотношения с заказчиками и так далее. Там, естественно, наш курс, он построен вокруг всей системы и наш аудит охватывает все элементы. Значит, как работает чек-лист аудита системы рекрутинга? У вас есть две опции. вот я в начале занятия говорил о том, что мы этот курс обновили и теперь он чуть-чуть там дополнительный имеет моменты. Первая опция, она в виде Google документа, то есть туда можно зайти и пройти чек-лист. Вторая – это платформа по PHR, платформа, которую я разработал в этом году, вот, и в которую перенес ряд чек-листов. То есть вы можете на этой платформе зарегистрироваться. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот. Нет, это не то. Это сейчас я надо зайти. Не как администратор. Вот. Работно. То есть вы можете зарегистрироваться. Тут я уже зарегистрировался, поэтому у меня есть логин. Есть выбор языков. Вы можете выбрать английский, украинский, русский язык. Вот. И внутри этой платформы все загрузится. У вас есть ряд чек-листов. То есть у вас, ну это я уже там заполнял. Вот. У вас будет чек-лист аудита системы рекрутинга. Вот такой чек-лист. Вы на него нажимаете. Вот. И он вам предложит его пройти. Вы соглашаете. Язык вы можете поменять. То есть тот, который при регистрации вы выбрали, тот язык будет тут тоже отображаться. Вот. И вот здесь есть всевозможные пункты аудита. Если я вниз прокручу, то увидите, что здесь много разных пунктов. Соответственно, вы можете нажимать да или нет. Да или нет. Да или нет. вот. Ну и когда вы в конце все заполните, вы нажимаете завершить. Вот. Вот так вот. Если вы что-то не заполнили, вам система скажет, что вы там забыли еще ряд ответов. Ну, надеюсь, что вы завершите. и вам построится отчет, где будет написано. В моем случае тут написано, что моя система на 1% эффективна. То есть нужно еще ее улучшать. Ну, а у вас будет там какой-то свой результат. Но, кроме этого, у вас еще будут советы. То есть будет рекомендация для каждого пункта, который вы не выбрали. Что с этим делать? Можно развернуть и будет также подсказка. Мы сюда добавили искусственный интеллект. То есть, например, если вы не понимаете, что это значит, нажимаете сюда и тут вам подсказки искусственный интеллект формирует. То есть нажимаете. Если до вас никто не нажимал эту кнопку, то искусственный интеллект будет формировать и вам нужно будет подождать. Если до вас кто-то из других людей кнопку нажимал, у вас ответ искусственного интеллекта отобразится сразу. То есть система запоминает ответ и не повторяет снова вот к нему обращение. Ну вот таким образом это работает. У вас еще и на главной странице итоги этого чек-листа отобразятся. То есть заходя в систему Папа Ичар вы будете всегда видеть на главной странице как это выглядит. То есть вот, например, тут я заполнял много чек-листов, поэтому мне сюда выводится из многих чек-листов информация. Ну а у вас будет из одного. Хотя вы можете заполнять все чек-листы, их здесь много, они будут добавляться, это все бесплатно. Ну то есть это делается прежде всего для Академии, но плата за использование данного инструмента не взымается. Вот. То есть вот такой вот вариант. Значит, теперь давайте посмотрим, а из чего состоит чек-лист аудита системы рекрутинга, о чем нам нужно вообще подумать, что мы должны проверить. Сам чек-лист состоит из разделов, все разделы синхронизированы с вот этой вот системой. То есть вот там сколько здесь пунктов есть, навскидку штук 15, наверное. Все они есть в чек-листе. Для каждого из этих 15 пунктов есть список, то есть от 3 до 10, например. И есть описание, что именно подразумевает этот пункт. Соответственно, вы это все читаете, смотрите, например, брендинг работодателя, это один из элементов системы. И тут написано внутреннее исследование EVP. И читаете описание, где написано проводилось внутреннее исследование важности фактора EVP для сотрудников и степени удовлетворенности. Если вы это делали в компании, если это описание про вас правда, вы ставите отметку. Да, это так. Если вы это не делали, если про вас это неправда, вы ставите отметку, если в ППХА ставите нет, если используете Google документ, просто оставляете пустым. Для вас это означает, что это должно попасть в список действий. Вы это должны сделать. Когда это будет считаться, что вы это сделали. Ну и показывая просто как пример, тут есть привлечение, тут есть поиск, тут есть сорсинг. Вы здесь увидите, что в данном чек-листе собраны лучшие практики, лучшие инструменты, лучшие подходы. и если вы все их компания в своей внедрите, то вы построите довольно-таки прогрессивную систему. Она сможет решать самые разнообразные задачи, которые только возможно себе представить. Ну и опять же это строится как на исследованиях, так и на моем личном опыте. То есть когда я выстраивал систему рекрутинга, я это делал несколько раз. Это был телеканал СТБ, это была компания Препли, это была компания Айдеалс. Ну и я лично занимался рекрутингом в Альфа-банке. Я систему не строил, скорее я строил свою работу, сам для себя организовывал, не будучи руководителем для других людей я ничего не делал, но обучаясь рекрутингу, изучая эту профессию и улучшая свою работу для себя там что-то делая, я тоже много чего внедрял. Какие-то вещи передавал потом и другим рекрутерам. Ну вот такие разделы аудита. Это вам нужно будет сделать. Также здесь у нас есть чек-лист аудита бренда работодателя, то есть мы не только активности в области бренда работодателя оцениваем, ну мы оцениваем сам бренд работодателя по себе. И вот тут возникает такой момент. В некоторых компаниях за бренд работодателя отвечает руководитель рекрутинга, то есть у него есть такие полномочия, бюджет и можно строить бренд. В некоторых компаниях за бренд работодателя отвечает другой человек, то есть какой-нибудь руководитель бренда работодателя или менеджер бренда работодателя. Соответственно, тут нужно будет понять, каким образом вы будете это делать. То есть самостоятельно, либо с привлечением этого человека. Но так или иначе, от того, какой бренд работодателя у компании, зависит успешность вашей работы. То есть чем сильнее бренд, тем в вашей команде будет работать проще. Ну и наоборот, чем бренд слабее, тем больше будет требоваться усилий. Также в этом чек-листе, вот эта вот часть, она есть только в варианте с Google документами. Я вам еще раз покажу, где Google документы доступны. То есть именно только чек-лист аудита системы рекрутинга можно в APHR. А дополнительные инструменты доступны в Google документах. Сейчас я открою, покажу, как это будет выглядеть. Похоже, вот так. Да, то есть у нас есть вот эта вот первая вкладка, она дублируется в APHR. И в чем плюс APHR, там есть рекомендации. А вот эти вот вещи, аудиты VP, рекрутинговая стратегия, о которой мы позже поговорим, оценка рекрутеров, описание персоны кандидата, candidate journey map и шаги продаж, они есть только в этом файле. И этот файл будет доступен в личном кабинете для участников курса под видео. То есть в личном кабинете есть видео, снизу есть презентация. Ее можно скачать, эту презентацию, пойти по ссылке и открыть этот документ. Вот, значит, что здесь у нас есть. Есть чек-лист оценки рекрутера. Он предполагает оценку компетенции и он предполагает самостоятельное заполнение этого чек-листа рекрутерами. Это важно. Просьба не относиться к этому как к оценке ради увольнения или выплаты премии. Это оценка ради развития. Поэтому важно понять в вашей команде рекрутеров, что они знают, чего они не знают. И им нужно научиться, потому что очевидно, что от знаний рекрутеров зависит успешность работы системы. То есть вы можете внедрить самые инновационные какие-то решения рекрутинга, какие-то платформы для рекрутинга. Можете разработать классные инструменты, классные шаблоны. Но если ваша команда обладает очень такими скромными знаниями в области рекрутинга, то просто некому это будет все использовать. То есть у вас будут красивые шаблоны, красивые процессы, красивые документы и рекрутеры, которые делают все руками. Это подобно тому, как иметь, я не знаю, какую-то ферму с какими-то крутыми комбайнами, оборудованием, роботами и так далее, но при этом лопатами все делать и с ведерка все поливать. То есть от умения команды сильно что зависит. Дальше, когда мы сделали аудит системы, системы рекрутинга с точки зрения процессов и аудит знания команды, пришло время посмотреть на показатели. То есть любой руководитель рекрутинга, он работает, ну или она, с показателем. Потому что показатели это то, что отображает результаты работы системы в данный момент. Это тоже очень важно. И процессы важны, потому что процессы они ведут к каким-то показателям. И показатели важны, потому что они отображают, как работают процессы. Здесь список основных показателей. И дальше мы их разберем более детально. Значит, как выглядит набор показателей. У показателя есть название, например, стоимость найма. Есть формула, как это высчитывается. Ну, для того, чтобы вы могли посчитать, если вдруг вы не сталкивались. И есть ориентир. Ориентир это то, что я поставил, исходя либо моего личного опыта, либо тех исследований, которые я встречал. Либо это исследование, либо где-то какие-то другие люди делились своим опытом. То есть это, в общем, на основании всей этой информации, которой я располагаю, да, вот в каких там диапазонах данная метрика должна быть. Например, стоимость найма одного кандидата в компании обычно равняется от одной до двух зарплат за один месяц этого кандидата. То есть, например, если ваша компания нанимает людей со средней зарплатой 1000 долларов, да, то у вас стоимость найма должна быть примерно 1000 долларов-2000 долларов на одного кандидата. Дальше. Срок закрытия вакансии. От 30 до 60 дней здесь зависит от размера компании. Есть много исследований, которые доказывают, что чем крупнее компания, например, больше 1000 сотрудников, тем больше срок закрытия. То есть от 1000 сотрудников срок это уже где-то 45-60 дней. Если компания маленькая, меньше 1000 сотрудников работает, срок закрытия будет ближе к 25-35 дням. Вот. Ну, очевидно, что у крупных компаний процессы замедляются, затягиваются, появляется уже какая-то бюрократия, поэтому другие показатели. Средняя оценка кандидатов. Это, конечно, появляется тогда, когда вы внедряете формальную оценку кандидатов на основании Scorecard. Scorecard это карта оценки кандидатов. Здесь я показал ориентир тот, который был у меня. Все зависит, конечно, от того, что вы принимаете за шкалу, какие принципы выставления оценок в шкале, потому что, ну, есть разные подходы. Кто-то нанимает сотрудников, только если сотрудники собрали все пятерки в Scorecard, кто-то нанимает сотрудников, даже если они набрали все тройки. Ну, то есть от критичности оценки зависит. Ну, например, мы на телеканале СТБ, когда внедрили Scorecard, мы начинали со средней оценки по всем кандидатам на уровне где-то 3-3,5 и дошли до 4,5. Но там мы брали людей, которые по нашим Scorecard получали почти все пятерки. То есть мы старались показывать заказчикам таких кандидатов, которые половина можно нанимать. То есть половина из них, например, от заказчика получает пятерки, половина из них от заказчика получает четверки, что, в общем-то, и дает 4,5. Дальше. Удовлетворенность нанимающих менеджеров. Это тоже очень важно. И это на самом деле, кроме метрики, очень полезная информация для работы руководителя рекрутера. Потому что это позволяет оценить не только результаты работы самих рекрутеров, но и удовлетворенность. Потому что удовлетворенность является предвестником результатов. То есть если нанимающий менеджер удовлетворен, строятся конструктивные отношения и работа идет хорошо. И если нанимающий менеджер не удовлетворен, тогда будут проблемы с результатами. Плюс это дает возможность оценить, что в поведении рекрутера следует изменить. Плюс это позволяет понять, между какими нанимающими менеджерами и какими рекрутерами есть сложности. Например, такую систему я внедрил на телеканале СТБ, я проводил где-то раз в полгода оценку удовлетворенности, и я видел, что вот есть у меня рекрутер, например, рекрутер Елена, у нее есть до 10 нанимающих менеджеров, средняя оценка, ну пусть будет 4,5, но один нанимающий менеджер поставил ей среднюю оценку на уровне троек, при том, что остальные поставили хорошие оценки. Значит, что-то во взаимоотношении с этим нанимающим менеджером не так, значит, мы встречаемся и обсуждаем, и возможно, просто этому нанимающему менеджеру некомфортно работать с этим рекрутером, и лучше поменяться, что мы, в общем-то, и делали. Плюс, когда эта оценка производится, как правило, оцениваются разные параметры, поэтому можно обратить внимание рекрутера на какие-то конкретные вещи, например, коммуникация. То есть, рекрутер может делать все хорошо, но коммуницировать плохо, например, не своевременно информировать, давать малой информации о кандидате. На основании такой оценки это можно узнать и сказать, уважаемый рекрутер, давай с тобой обратим внимание вот на этот показатель, на то, как ты информируешь нанимающих менеджеров, попробуем эту оценку улучшить. Процент тех, кто проходит испытательный срок. У вас испытательный срок компании не должен стать частью системы оценки, как это иногда бывает. То есть, испытательный срок – это не продолжение оценки. Не нужно брать людей на испытательный срок, если вы в них сомневаетесь, чтобы потом понять, подходят они вам или не подходят. Вы должны четко решить, подходят вам люди или не подходят до испытательного срока, до того, как вы их наняли. То есть, испытательный срок – это исключительно какие-то моменты, которые вы не могли точно понять досконально, вот там это проявилось. Соответственно, 19 из 20 людей должны успешно закрывать испытательный срок. То же самое после испытательного срока. 19 из 20 закрыли испытательный срок, и 18 из этих 19 проработали хотя бы год. Дальше. Вот это вот для продвинутых. Когда мы оцениваем кандидатов, мы об этом мало когда задумываемся, но мы делаем предсказания. То есть, оценка кандидатов – это не что иное, как предсказание. Предсказание будущей эффективности их работы. И у этих предсказаний есть точность. Она ли высокая, или низкая. Эту точность очень легко померить. Ее можно померить путем расчета корреляции. Если вы внедрили скоркарт в нами кандидатов, ставите баллы, то есть вы применяете какие-то инструменты оценки, ставите баллы. И в компании есть, например, перформанс-ревью – оценка деятельности сотрудника по итогам года. То можно сравнить баллы кандидатов с итогами перформанс-ревью и почитать корреляцию. И понять, какие инструменты оценки вам дают высокую корреляцию, а какие инструменты оценки вам дают низкую корреляцию и от них отказаться. То есть, общая корреляция у вас должна быть неплохой. Ну, точную оценку вы не можете построить с оценкой 1, но хотя бы 0.65 будет уже неплохо. Дальше эффективность каналов поиска. Руководитель рекрутинга анализирует, какие каналы поиска используются. То есть, для него это важно. Его каналы поиска – это канал поставки некого ресурса. И руководитель должен, во-первых, обращать внимание команды на новые каналы. Например, когда я работал на телеканале СТБ, мы много лет закрывали одни и те же вакансии. Ну, у нас были разные вакансии, само собой, но у нас были вакансии, которые мы закрывали постоянно. У нас было на телеканале 200 операторов, которые с камерами снимают, 150 осветителей, 150 режиссёров, 100 сценаристов, 150 журналистов. Ну и вот несколько должностей, которых много. Ну, соответственно, когда у вас эти вакансии постоянные, вы их закрываете с года в год. Я 4,5 года работал на телеканале СТБ. Очевидно, что уже после первого года работы стандартные каналы исчерпались. То есть, рекрутеры говорили, мы на сайтах, на джоп-сайтах пересмотрели всех. И я им верил. Потому что, когда у тебя надо каждый месяц находить 10 режиссёров, то очевидно, что команда рекрутеров, 10 человек, они будут пересматривать всё, что только можно на джоп-сайтах. Поэтому приходилось придумывать новые каналы. Что мы, в принципе, и делали с командой. Мы в очередной раз, когда сталкивались с проблемой найма, садились и думали, окей, где ещё можно поискать? Что это ещё может быть? Например, мы можем посмотреть в других городах. Мы даже в другие страны ездили. Мы смотрели на какие-то новые для себя индустрии. Ну вот. Вот это был анализ каналов. Это нужно делать. То есть, нужно понимать, откуда вам приходят люди, а откуда не приходят. То же самое с точки зрения качества. Бывают такие каналы, которые генерируют вам много откликов. Но вы понимаете, что это всё так называемый мусор, спам. То есть, вам присылают резюме вообще нерелевантные люди. То есть, какой-то, например, джопсайт, он то ли сам по себе построен плохо, то ли аудитория его такая. Вы разместили вакансию режиссёра, а вам прислали кто угодно. Дворники, водители, слесари, электрики, сантехники. Я на ней режиссёр. И результат. Откликов много на вакансию. А, в общем, результатов мало. Так, поступил вопрос от аудитории. Рассматривается на курсе вопрос найма именно топ-менеджеров. Смотрите, это курс не про найм. Это курс про построение системы рекрутинга. Если вас интересует найм топ-менеджеров, это курс называется Headhunting и Executive Search. Да, вот там именно как их нанимать. То есть, курс не учит, как нанимать кого-то. Курс учит, как строить систему найма. А система найма, она учитывает все вакансии. От массовых вакансий, уборщиц, водителей, до топ-менеджеров. Потому что это как сформировать команду рекрутеров, как ими управлять, как их обучать, как их мотивировать, какие инструменты внедрять, какие процессы описывать, какие показатели внедрять и так далее. Поэтому вот ответ на ваш вопрос. Если вам нужно научиться нанимать топ-менеджеров, и вы рекрутер, то вам нужен курс Headhunting и Executive Search. Если вы руководитель рекрутинга, и вам нужно улучшить качество найма топ-менеджеров, вам этот курс подойдет, потому что вам нужно построить систему. Систему, которая будет вам нанимать всех. От уборщиц до топ-менеджеров. Дальше. Процент конверсии внутри воронки. Это то, с чем нужно уметь работать. Мы будем говорить об этом на занятии про коучинг команды рекрутеров. То есть вы должны анализировать воронку, вы должны понимать, какой там процент конверсии. И в анализе воронки вы будете видеть проблемы. Где у вас проблемы, и это позволит вам проанализировать, почему они там есть. Дальше. Процент внутренних наймов. Это важный момент по разным причинам. Ну, скажем так, по правде говоря, для руководителя рекрутинга вообще без разницы, какой процент наймов внутри компании. Потому что для руководителя рекрутинга важен результат. Но процент внутренних наймов важен для компании. И процент внутренних наймов важен для HR-директора, который строит HR-систему, частью которой является система рекрутинга. Поэтому здесь руководитель рекрутинга выступает как такой HR-бизнес-партнер и для HR-директора, и для компании. И делает что-то хорошее не только для себя, но и для других. Поэтому внутренние наймы выстраивает. Но и с другой стороны, внутренние наймы отчасти и самому руководителю рекрутинга будут полезны. Потому что в самый сложный момент они его спасут. Приведу пример. Работа на телеканале СТП. Вот мы там, представьте себе, закрывали около 100 вакансий в месяц. То есть за год мы закрывали 1200 вакансий. Я там проработал 4 года, с половиной. Вот 1008 вакансий мы с командой закрыли. Это огромное количество людей, которых нужно где-то находить. Каких-то людей мы находили легко, каких-то с умеренной сложностью. Каких-то было сложно найти. А каких-то людей мы не могли находить. Например, мы всегда испытывали сложность с поиском руководителей и проектов, главных режиссеров, главных сценаристов. Этих людей на рынке просто не было. А те, кто были, нам не подходили. И вот тут спасали внутренние нами. То есть приучив компанию и нанимающих менеджеров, и топ-руководителей, и самих сотрудников к тому, что мы, ну, как команда рекрутера, ходим внутрь компании, чтобы найти там людей, вот приучив их к этому, мы закрывали вакансии. То есть, например, когда в очередной раз мы уже не могли найти какого-нибудь очередного главного сценариста, главного режиссера и руководителя проекта для новой телевизионной программы, и при этом даже пробовали внутренний конкурс, и никто не откликнулся, кто откликнулся, не подошел. Но компания была готова, вот поэтому в этот раз мы сделали следующее. Мы обратились к топ-менеджменту и сказали, у нас есть идея, как нам закрыть эти вакансии, но нам нужна ваша поддержка. Топ-менеджмент говорит, ну, что ж поделаешь, вакансии нужно закрывать, поэтому выкладывайте, что у вас есть. Мы говорим, нам нужно, чтобы руководители текущих сотрудников, режиссеров и сценаристов выделили каждый руководитель двух-троих своих лучших сотрудников. И этих сотрудников мы направим на собеседование, даже если они сами себя не выдвигают. То есть это будет как бы, ну, условно обязательно. И таким образом мы отсмотрим 10-20 человек и поймем, можем ли мы кого-то повысить в должности. На что нам руководство сказало, ну, так себе идея, потому что мы и так всех знаем, мы и так всех перепробовали, но мы сказали, ну, дайте нам шанс. Нам сказали, окей, пробуйте. Мы пошли к руководителям проектов, сказали, вот такой есть, значит, такая задача, надо, чтобы вы выделили двоих-троих людей, пора им расти. Они, конечно, нехотя нам дали имена, мы с этими людьми связались, сказали, уважаемый режиссер там, уважаемый сценарист, мы вас приглашаем на собеседование с генеральным продюсером, вы будете собеседоваться на такую-то позицию. Это надо. Ну, тоже с разным энтузиазмом люди реагировали, но пошли. И что интересно, даже главный генеральный продюсер телеканала, вот, Галина Вячеславовна Пилютикова, зная всех, но посмотрев на всех уже, как бы немножко с новой точки зрения, да, она, позадавав вопросы, она увидела, что там есть самородки. То есть мы выбрали в итоге нескольких людей, о которых даже никто бы не подумал, что они вот способны на что-то большее. Поставили их на руководящие должности, и они очень быстро показали свой результат. Да, ну вот так система, и, можно сказать, компания на все позитивно откликнулась исключительно благодаря тому, что у нас уже и до этого был успешный опыт внутреннего найма. Поэтому все-таки это полезная вещь. Дальше, процент найма по рекомендациям сотрудников. Сотрудники могут стать вашими хорошими партнерами в найме, если вы будете их приучать вам помогать. Тоже на курсе будем об этом говорить, но вот ориентир там 30, а в идеале даже больше. Например, вот компания Google, она в момент своего роста ориентировалась на то, чтобы до 50% вакансий нанимать именно по рекомендациям. Хороший ориентир 30%. Среднее количество кандидатов вверху воронки. Здесь очень просто. Здесь работает чисто статистика. Вот в своем опыте, 20 лет работы с рекрутингом, я увидел, что чем больше кандидатов, ну, скажем так, релевантных кандидатов, добавляется к вакансии путем сбора откликов, путем поиска кандидатов самим рекрутером, тем на выходе качественнее кандидаты, тем на выходе больше шансов кого-то нанять. Поэтому уже там с препли, начиная и продолжая в компании IELTS, я рекрутерам ставил цель. Вы должны вверху воронки добавить 300 кандидатов. Для этого рекрутеров обучали сорсингу, чтобы они могли не только ждать хороших кандидатов, но и самостоятельно находить на разных ресурсах. Ну и давали инструменты автоматизации, которые бы позволяли эффективно коммуницировать с большим количеством кандидатов быстро. Когда мы этот показатель доводили до 300 кандидатов, то наймами наши заказчики были супер довольны. То есть они понимали, что кандидаты могут быть принципиально другого уровня, не того, которого они привыкли видеть. Средняя скорость прохождения кандидатов в поворонке. Ваша система рекрутинга, она должна быть эффективной не только с точки зрения правильных, хороших процессов, но и с точки зрения скорости. То есть там не должно быть каких-то заминок, задержек, которые приводят к тому, что вы первый раз проконтактировали кандидата в день номер один, а до джебофера дошли там за 50, за 60, за 90 дней или через полгода. Бывало такое, я уверен, что и в вашей практике, когда с кандидатом полгода вели переговоры и в итоге наняли. Это должно быть только в виде исключения. Большинство людей, они этого не готовы ждать. Это неэффективно. Это не приводит ни к чему хорошему. Даже компания Google на определенном этапе проанализировала, что они очень много дней тратят на весь процесс найма. Поставили себе цель два с половиной раза сократить. Сократили скорость найма, не потеряли в качестве. Эффективность только выросла. Дальше процент ответов на первый контакт. Вы должны тоже с этим работать. Здесь, конечно, во многом работает навык продаж у рекрутеров. У нас есть курс по продажам в рекрутинге. Не знаю, какой поток это уже его проходит. Наверное, десятый. У всех рекрутеров одна и та же беда. Стандартные, не привлекающие тексты. Как только они проходят наш курс и перенимают наши методы, у них резко возрастает отклик кандидатов. То есть, часто даже во время выполнения домашних заданий они пишут, что наконец-то закрылась вакансия. Наконец-то там кандидат, который долго не реагировал, заинтересовался и так далее и тому подобное. То есть, вот это вот прям сильно влияет. Ну а, соответственно, как это померить? Какой процент откликается даже на первый контакт? Потому что, если у вас на первый контакт вы написали 100 писем на LinkedIn, ответило 10 человек, значит, вы не умеете продавать. Значит, и потом будет проблема. На втором, третьем контакте, на собеседовании и так далее. Здесь должно быть 40%. Причем, ответили, это не означает, что сказали, да, мы хотим у вас работать, давайте скорее пройдем у вас собеседование. Нет. Это означает, адекватно сказали, вот, например, в моих командах в Preply и в Ideas мы настолько довели до идеала наши тексты. У меня даже в Preply была девушка, это чисто было везение. Мы брали ассистента в команду HR, вот, и нам попалась девушка с образованием маркетолога, и она закончила какой-то там топовый французский вуз. И у нее еще был дар написания текстов. Когда мы это увидели, мы там попросили ее несколько внутренних анонсов написать, она эти анонсы так написала классно, что мы сказали, слушай, ее звали Катя, Катя, перепиши нам тексты вакансии, Катя, перепиши нам тексты контактов к кандидатам. Она у нее еще идеальный английский, потому что она во Франции, кстати, вот она, видимо, на английском. Она французский точно знала и английский. Вот, поэтому она английский текст улучшала. Она нам, когда переписывала тексты наших вакансий, мы от кандидатов получали очень много сообщений такого плана, что вы знаете, я сейчас не заинтересован, но у вас такая классная вакансия. Вы так круто о ней написали, что я жалею, что я там не заинтересован. Вот это так должно быть. Но потом мы уже выработали эти все техники, уже в Ideals, уже без Кати. Кати, кстати, у нас потом забрали в Copywriter и в Preply. Она, кстати, посмотрите, она там работает, может быть, или нет уже. Но неважно. В Ideals мы тоже самое уже научились писать с командой, для того, чтобы она со мной в Ideals. Я, во-первых, знания перенес из Preply, во-вторых, там еще один человек со мной перешел. Вот, мы это все перенесли и тоже нам постоянно писали, что вау, какие же у вас классные тексты. Дальше процент принятия джебофера. Знаете, я всю жизнь, работая в рекрутинге, думал, что джебоферы в основном принимаются. Так у меня было в Альфа-банке, когда я работал рекрутером, так у меня было на телеканале СТБ. То есть, когда кто-то не принимал джебофер, мы это разбирали с рекрутерами. Мы садились и обсуждали, почему он не принял джебофер. Это же странно, это ненормально. А потом я случайно узнал, что у некоторых компаний процент принятия джебоферов 10-30%. Для меня это было так дико. Я подумал, зачем они делают столько попыток, зачем они делают джебоферы тем, кто им отказывает. Вы знаете, все равно, что ты строишь отношения, и ты предлагаешь выйти замуж, и в 90% тебе отказывают. Это значит, что ты неправильно делаешь. То же самое и здесь. То есть, скорее всего, это неумение оценивать мотивацию кандидата и неумение продавать. Это можно увидеть через вот этот показатель. Процент дошедших до собеседования тоже во многом это умение продавать. Опять же, я не по своему опыту, а для себя открыл такое понятие, как его называют, гостинг, это исчезновение кандидата, просто услышав от других реча. Для меня это тоже было дико, как это так, кандидаты не доходят до интервью. То есть, для меня это было в свое время как персональное оскорбление. Если кто-то не доходил до мое интервью, я был очень сильно удивлен, звонил, такой, а как это, мы же договорились. Потом я узнал, что у многих компаний это прям такой, знаете, распространенная ситуация, там чуть ли не половина не доходит. Но опять же, это от рекрутеров зависит. Среднее количество закрытых вакансий на одного рекрутера в месяц. Это важно смотреть, кто как работает, кто как закрывает вакансии, потому что если у вас есть пять рекрутеров и один из рекрутеров закрывает вакансии в два раза меньше, чем остальные, при прочих равных условиях, то это задает вам проблему. То есть, это будет ложиться на ваши плечи, вам придется самостоятельно что-то с этим делать. Чуть ли не самостоятельно, будучи руководителем, искать кандидата. Вот поэтому это нужно анализировать. Нужно понимать, что вакансии бывают разные сложности, поэтому здесь я предложил такую формулу, где мы сложность вакансии оцениваем размером заработной платы. Что, в общем-то, логично. Чем более высокооплачиваемый сотрудник, тем это более сложно закрываемая вакансия. Процент заполненности штата. Значит, важный показатель для руководителя рекрутинга. Опять же, наверное, как для HR-бизнес-партнера такого, для бизнеса, для своего. Потому что важно понимать, что если руководитель рекрутинга не смог обеспечить заполненности штата на 90%, значит, бизнес будет страдать. Средний срок поиска по открытым вакансиям, это помогает анализировать проблемные вакансии, смотреть, что какие-то вакансии ведутся дольше, чем требовалось. И средний процент вакансий, или просто процент вакансий, срок введения которых уже превысил норматив. Например, когда я был руководителем рекрутинга на телеканале СТБ, мы закрывали 100 вакансий в месяц и ввели одновременно около 200 вакансий, то меня интересовало всегда все вакансии, которые мы ведем больше стандартного срока. То есть, например, если мы ввели почти все вакансии, но не более чем 60 дней, то я каждую неделю садился, брал вакансии со сроком введения свыше 60 дней и с рекрутером постоянно разбирал, что мы можем сделать, что мы должны изменить, в чем наши проблемы и так далее. Потому что там нанимающие менеджеры были недовольны. Там говорило о какой-то неэффективности нашей работы что-то. Поэтому нужно было анализировать. То же самое самооценка. Руководитель рекрутинга может оценить свой рекрутинг по процессам, а это аудит, по показателям, это метрики, и по тому, как он руководит. То есть, хороший руководитель рекрутинга ему не все равно, как он руководит. Например, когда я был руководителем рекрутинга на телеканале СТБ, это был мой первый серьезный опыт руководства. Работая в Альфа-банке, я не был руководителем, но я координировал работу других рекрутеров. То есть, например, ко мне приходило много вакансий, я их распределял среди рекрутеров, я от них собирал отчеты, спрашивал, как у них дела, и если видел, что я как-то могу помочь, пытался помочь. Но я ими не руководил. После Альфа-банка я работал год в компании Марком, такая малоизвестная компания, и там у меня было, сначала я взял одного рекрутера, потом второго рекрутера, потом у меня там HR-команда дочернего бизнеса досталась. Но мы были как такие коллеги, что-то типа друзей, то есть не было полноценного руководства. А на телеканале СТБ я уже был полноценным руководителем, у меня увеличилось количество людей, стало их там около десяти. Вот. Я задумался о том, а как я руковожу. То есть я ведь не умел руководить, я этому никогда не обучался, но мне нужно было руководить. Я начал думать, я поначал читать книги, вот. Начал спрашивать совет у моего собственного руководителя. И, кстати, тогда пошел курс по коучингу, потому что тогда это становилось популярно, руководить телекоучинг. Кстати, вот компания Google, сейчас мы о ней будем говорить, для них руководство в стиле коучинг это вообще основной принцип руководства. Вот. И пройдя курс по коучингу, я в себе разработал вот этот вот навык руководства, который мне потом помог эффективно управлять команды и построить очень такие теплые доверительные отношения, что эти же сотрудники моей команды со мной потом еще в других компаниях хотели работать и работали. Мне кажется, для руководителя это главный показатель. Когда ты уходишь, люди хотят с тобой работать в другой компании. Им настолько понравилось, они поняли, что это эффективно, что они откликаются и даже просят с тобой поработать еще раз. Вот. Поэтому для того, чтобы оценить, как вы руководите, вы можете воспользоваться моделью компетенции, которую разработала компания Google, и оценкой по этой модели, которую компания Google разработала. То есть у них есть у Google список из 10 компетенций, которыми должны обладать их руководители. Вот они на экране. И есть опросник. Опросник, который отсылается сотрудникам для оценки руководителя. Поэтому моя вам рекомендация. Это может быть непривычно, это может быть даже страшно, но постарайтесь побороть в себе это, сделать опросник и отправить команде. То есть вот в Google документах, это точнее Google формы, есть готовый для вас опросник, вы можете его себе скопировать и отправить своей команде с просьбой заполнить. Анонимно, конечно. Вот. И посмотреть, посмотреть по каким пунктам вы собрали не самые лучшие оценки и над ними поработать в ближайшие полгода. Потом повторить опросник. Вот. Ну, это вот пример отчета, как в Google руководителю показывают итоги. Домашнее задание для тех, кто на курсе. Провести аудит рекрутинга. Хотите, проводите в файле и высылайте ссылку на ваш файл, откройте только доступ к нему и, пожалуйста, несколько комментариев, ваши выводы. Либо на платформе пройдите чек-лист именно аудита системы рекрутинга, вышлите ссылку на ваш отчет, там вот с адресной строки скопируйте. И тоже несколько ваших мыслей по поводу того, что вы там увидели. Книги, которые можно порекомендовать. Ну, во-первых, одна книга про рекрутинг. Автор этой книги, он не изобрел рекрутинг и не изобрел ничего нового в рекрутинге. Автор этой книги, он собрал лучшие практики, пропустил через себя и опубликовал книгу, где поделился с другими предпринимателями. А вторая книга, это книга про бизнес, про то, как нелегко строить бизнес. А руководителю рекрутинга это очень важно, понимать вот эту вот бизнес-составляющую. Что дальше? Дальше у нас будет через неделю живое занятие, где мы поговорим про планирование персонала и разработку стратегии рекрутинга. Затем будет три занятия в записи. Это бренд работодателя, это HR-маркетинг и реферальная программа. Затем снова живое формирование команды рекрутеров, коучинг команды рекрутеров. Снова будет записи индивидуальной встречи ван-то-ван с рекрутерами и управление воронками вакансий и аналитика в рекрутинге. Потом снова живое занятие внедрения системы автоматизации. Мы поговорим про современный инструмент автоматизации, про запуск сорсинга. Потом будет занятие про то, как описывать процессы. Затем занятие про оплату, про примирование, про мотивацию. И последнее про отчетность и работу с заказчиком. Вот так выглядит программа этого курса. Я вас приглашаю пройти этот курс, получить не только знания, но и диплом. Кто уже на курсе, мы с вами увидимся через неделю. Всем остальным спасибо, спасибо, что были со мной онлайн и до скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok